Всем привет! Вы смотрите рубрику «Здоровье» и с вами я, Настя Гданова. Сегодня из нашего выпуска вы узнаете, какие проблемы решает остеопатия и рефлексотерапия. Сегодня у нас в гостях врач Георгий Апрямашвили. Георгий – врач общей практики, врач-остеопат, иглорефлексотерапевт, автор многих научных статей и преподаватель на базе РУДН, врачебный стаж которого составляет более 15 лет. Георгий, здравствуйте! Здравствуйте, Настя! Я очень рад, что принимаю участие в вашей передаче. Многие люди не знают различия между остеопатией и мануальной терапией. Давайте сегодня подробнее затронем эту тему. Мануальная терапия и остеопатия на сегодняшний день в России – это врачебная специальность. И этим могут заниматься люди, получающие высшее медицинское образование и прошедшие специальную подготовку. Какая разница между мануальной и остеопатией? Мануальная терапия – это слово от слова «мануальная», то есть лечение руками. И остеопатия, и мануальная терапия – это лечение руками. Мануальная терапия и остеопатия относятся к мануальной медицине. Что это значит? Что здесь и мануальная терапия, и остеопат лечение проводят руками. К мануальной медицине относится медицинский массаж, но различие большие. Остеопатическая мануальная медицина зародилась в Америке в 1882 году, и создателем был бывший военный хирург Эндрю Тейлгерст Стилл. Он со своими учениками организовал остеопатическую школу, и с тех пор начинается бурное развитие остеопатической мануальной медицины. Чуть позже, в 1895 году, его бывший ученик создает отдельную школу хиропрактическую. Это упрощенная версия остеопатии, и сейчас в мире существует две направления. Это остеопатическая мануальная терапия и хиропрактическая. В нашей стране мануальные терапевты, это старая школа, в основном применяют хиропрактическое. Это урезанный, вот так называемый, когда происходит пациент, приходит и хрустит, да, врач. Вот это и блок. Остеопатия тоже умеет это, но у остеопатов больше инструментов арсеналов для воздействия на тело человека. Помимо жестких техник, остеопаты работают очень мягко, нежно, щадяще. Поэтому показания и возрастной контингент у остеопатов шире. То есть к остеопатам могут обратиться дети, младенцы и будут до пожилых пациентов. Остеопатия рассматривает развитие патологии с точки зрения изменения в опорно-двигательной системе. Организм регулируется двумя системами, нервной и гуморальной, то есть эндокринной. На нервную систему может влиять патология опорно-двигательной системы. Опорно-двигательная система будет менять функциональность нервной системы. Нервная система со своей стороны регулирует сосуды. Регулируется сосуды, если нарушена, нарушается и кровоток, допустим, к эндокринной системе. И меняется работа и эндокринной системы. Значит, если у нас имеется патология со стороны опорно-двигательной системы, эта патология влияет на нервную систему и потом на кровотоки, на эндокринную систему. И в том числе на работу внутренних органов. Значит, остеопатии решают проблему через опорно-двигательную систему и другие заболевания внутренних органов. Как относится современная классическая медицина к остеопатии? К остеопатии пока неоднозначно, но популярность остеопатической мануальной терапии растет, и многие специалисты уже рекомендуют своим пациентам обратиться к остеопатам, потому что остеопатия действительно может решить многие проблемы, опять через опорно-двигательную систему. Хочется отметить, что остеопатия очень эффективна в ортодонтии, в стоматологии, педиатры направляют к остеопатам, неврологи, ортопеды, травматологи. Со временем остеопатия займет свою достойную роль для решения проблем со стороны здоровья. Когда нужно обращаться к остеопату и с какой частотой? Боль, в первую очередь, со стороны опорно-двигательной системы, это повод обратиться к остеопату. Если у нас имеются хронические заболевания со стороны уха, горла, носа, тоже повод обратиться. Если у человека беспокоят головные боли, головокружение, повод обратиться к остеопату. Проблемы с шейным отделом, грудным и поясничным отделом позвоночника. Проблемы со стороны суставов, верхних и нижних конечностей. Если есть функциональные нарушения со стороны внутренних органов, верхних дыхательных путей, органов грудной клетки. Если имеется проблема педиатрии, это особенно задержка психомоторного и психоречивого развития. Очень часто направляют психоневрологи, педиатры. До беременности, во время беременности, меняется стереотип движения у беременных и возникает определенная жалоба со стороны опорно-двигательной системы. Это повод обратиться к остеопату. Успешно, очень мягко работают остеопатки в этом случае и устраняют очень быстро и легко эти проблемы. Подготовка к родам, после родовой восстановления, если имеется опущение внутренних органов. В целом для профилактики, если пациент или человек сидит долго и имеет длительную статическую нагрузку, это особенно офисные сотрудники, пожалуйста, обращайтесь. Это хорошая профилактическая мера для предотвращения развития заболеваний. Программа «До 17 и старше» выходит на телеканале TVM Channel с аудиторией 70 миллионов человек. Вещание в России, СНГ и за границей. 45 стран, 700 городов России. В нашей программе есть много рубрик. Например, как «Здоровье», где лучшие врачи Москвы дают советы нашим телезрителям. В рубрике «Фэйшн» вы узнаете все о стиле, моде и красоте. Рубрика «Кухня со звездой. Встреча с любимыми артистами». Приготовление нового блюда из меню ресторана. А также рассказ об этом блюде от шеф-повара. В рубрике «Это интересно» встреча с экспертами и профессионалами своего дела. Встреча с психологами, адвокатами, юристами, художниками и даже поэтами. А также наша программа выступает инфопартнерами разных событий, мероприятий, премий. Если вы хотите стать участником гостевого эфира или сотрудничать с телепрограммой, то можете позвонить по нашему номеру, либо написать на почту. Дорогие друзья, смотрите программу «До 17 и старше» на телеканале TVM Channel. А также не забывайте подписываться на нас в YouTube. Есть ли противопоказания к остеопатической мануальной терапии? Безусловно. Есть противопоказания. Остеопатия не может все проблемы решить. Это острое состояние, острое инфекционное заболевание, состояние, угрожающее жизни пациента. И в это время невозможно обратиться. Психическое расстройство, онкология – это противопоказания. Как же выбрать врача? В первую очередь вы должны проверить, врач ли остеопат, имеет ли высшее медицинское образование. Желательно, чтобы он работал при медицинском учреждении, так как врачом-остеопатом должен работать лицензированный врач. И смотрите его дипломы, которые доступны в интернете. Запросите его образование. Спросите, не стесняйтесь, где он получил образование, какое, сколько лет он обучался этому, и сколько лет опыта. Вы также занимаетесь иглорефлексотерапией. Расскажите, что это такое? Да, я врач-рефлексотерапевт. Иглорефлексотерапия – это метод китайской терапии, восточной медицины. И это подразумевает под себя воздействие с помощью иголок на определенные биологические активные точки. Это тоже метод мануальной технологии. То есть врач-игрорефлексотерапевт работает руками. Эти биологические активные точки примерно 700, может и больше. И имеют определенные связи с определенными органами и системами. В воздействии на эти точки мы можем регулировать обменные процессы, улучшить самочувствие и лечить конкретные заболевания и состояния. Поделитесь из своего опыта, какую проблему вы решили с помощью иглотерапии? После пандемии очень многие люди страдают паническими атаками, различными психоэмоциональными расстройствами. Это вот одна из фишек, с чем я могу справиться успешно. Я разработал, унифицировал подход, то есть объединяю в остеопатические рефлексотерапические методы и очень успешно применяю при психоэмоциональных расстройствах иглорефлексотерапию. Хочу отметить еще проблемы с опорно-двигательной системой. То есть это на раз решаются многие проблемы. Если совмещать, комбинировать, эффективность еще больше удваивается, и этим мы можем экономить время и деньги пациенту. Проблемы с опорно-двигательной системой, успешное наличие, головные боли, психоэмоциональные расстройства, функциональные расстройства желудокишечного тракта и многие-многие мелкие жалобы со стороны пациента. С какого возраста к вам обращаются пациенты? Знаете, у меня самый маленький возраст – это после рождения месяца. И самый преклонный возраст – до 90, то есть 85-86. А также к нам обращаются медийные персоны, как Кристина Арбакайди, Оксана Федорова, и я очень рад, что они доверяют свое здоровье нам. Особенность моей работы отличается тем, что я являюсь несколько… то есть я, получив несколько специальностей, я рассматриваю пациента через призму нескольких специальностей. И, безусловно, когда ко мне обращаются пациенты, я смотрю как рефлексотерапия, как остеопат. Это большое преимущество, и я готов применить все свои знания для облегчения страдания своим пациентам. Это была рубрика «Здоровье». С вами была я, Настя Агдунова, и Георгий Апрямашвили. Увидимся в следующих выпусках. До свидания. Я желаю всем здоровья и благополучия. Ну а если вы пропустили наши выпуски, то можете посмотреть их на нашем YouTube-канале, программы «До 17» и «Старше». Ставьте лайки, смотрите выпуски и оставляйте свои комментарии. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok